Здравствуйте, мои дорогие друзьяшечки! Я всё же решил сделать несколько уроков по созданию интернет-читов. В этих видео мы будем идти от простого к сложному, и, надеюсь, в конце мы сделаем небольшой чит для нашей любимой CSGO. Хотя, многие вещи из видео всё-таки подойдут и для любой другой игры. На чёте хотелось базовой разницы между интернет и экстернет-читами. Интернет-читы работают внутри нашей игры, следовательно, они имеют доступ ко всем элементам игры, поэтому не надо запрашивать доступ к адресному пространству, Интернет-читы не используют венапи-функции для чтения записи в памяти. Это делает чит более быстрым, а чтение записи у нас выполняется с помощью указателей. В большинстве случаев для записи в памяти игры используется перехват функций, что позволяет делать работу чита более плавной, в отличие от экстернала-чита, где чаще всего используется просто бесконечный цикл. Так как мы имеем полный доступ к адресному пространству игры, то мы можем использовать все функции игры, а также без особой ебли работать венапи. Как видите, разница есть, но она не особо ощутима, поэтому шо-то хуйня, шо эта хуйня. Итак, что нам потребуется для создания чита? Для начала надо знать C++ хотя бы на уровне метла или лучше выше. Знать не самую основу венапи для работы с венапи-функцией, разумеется. Имея в своем арсенале Visual Studio, я лично использую 2019-ю, хотя все, что я показывал, будет работать практически на всех студиях. А также надо скачать DirectX с ДК. Он нам потребуется потом, когда мы будем работать с DirectX. Так как у нас интернет-чит, то расширение нашего чита будет DL. И точка входа у нас это DLMate. У функции есть три аргумента, которые будут переданы при инчекте нашей библиотеки. Первый это дескриптор нашей загруженной DL, а его числовое значение это как раз адрес загрузки нашей DL. Второе это код причины, указывающий, почему эта DL вызвана. И последний параметр нужен только если DL подгружать самой игрой, так что он нам вообще не особо-таки и нужен. Если мы запишем весь код чита топа в DLMate, то чит отработает криво, так как надо дождаться нужного кода причины. Поэтому стоит добавить в DLMate небольшое условие. Для того, чтобы чит работал вместе с нашей игрой, а также для того, чтобы библиотека нормально заинчектилась, следует вынести инициализацию чита в отдельный поток. Хотя многие античиты ловят функцию создания потока, но так как мы делаем чит для CSGO, то нам на самом деле это не особо важно. Для создания потока можно воспользоваться либо C++ функциями, либо стандартной в DLMate функции CreateShade. Тоже начальных данных нам достаточно, чтобы хоть что-то написать. Например, чит, который будет получать каждую секунду здоровья игрока и индекс команды. Пока это будет выполняться в цикле, но скоро мы научимся делать перехват функций. Продолжение следует... Продолжение следует... Как видим, мы получаем позицию, индекс команды и здоровье нашего игрока. На этом буду заканчивать. В следующем видео познакомимся с перехватом функций, а также узнаем, что такое таблица виртуальных методов. Продолжение следует... Продолжение следует...